Итак, мы снова сегодня поговорим о третьей главе книги «Карабах. История в контексте конфликта», изданной, как я уже говорил в предыдущих выпусках, на русском языке азероакадемиками в Санкт-Петербурге в этом 2014 году. Напоминаю, что третью главу взяла под свое крыло азербайджанская псаки Фарида Ханум Мамедова, лауреат Госпремии Азербайджана, одна из первых ученая лугунья этой страны, позор мировой науке и просто, как я упоминал уже, азербайджанская псака. Сегодня мы также, как и в прошлый раз, рассмотрим веренную Мамедовой главу под символическим названием «Албанские истоки Карабахской проблемы». Хочу напомнить, что Мамедова специализируется в Азербайджане в качестве албановеда, и чтобы оболбанить свой народ, ей приходится оболванивать другие народы. Последнее пока не удается, но родной народ ей удалось таки оболванить. Что ж, не будем затягивать, посему начнем с цитаты Фариды Мамедовой из книги. В XVI веке армянское духовенство планирует очистить Кавказ от кавказских тюрок. А в XVI-XVIII веках в Малую Азию, где уже была создана мощная Османская империя, начинают проникать христианские миссионеры из Европы, Америки. Армяне, не порывая связи со своей армянской церковью, вернее по ее указанию, запросто принимают католичество, лютеранство, обучаются в школах миссионеров. Миссионеры и выпистывали первую плеяду армянской интеллигенции в Европе. В Европе, Америке, в среде которой и сформировалась основа будущего армянского лобби. Для начала хотелось бы обратить внимание на первую часть неосторожно выброшенной фразы. Фразы Мамедовой о том, что армянское духовенство планирует очистить Кавказ от кавказских тюрков. На что или на кого ссылается Фрида Мамедова? Неужто, как обычно, на саму себя любимую? Азерапсака, видимо, забылось, что на Кавказе, кроме самих азербайджанцев, проживают еще несколько тюркских народов, не совсем родственных азербайджанцам. Например, кумыльки, нагайцы, карачаево-балкарцы. Выкинув неосторожную фразу, Фарида Ханум прямым текстом обвинила армян 16 века в покушении на тюрок Кавказа. При этом, как обычно, за этим всем не подкрепила свой тезис каким-либо историческим документам. Это очередной непростительный прокол в руни, пытающийся стравить армян тюрок на тюрок Кавказа, полагаясь на собственное больное воображение. Касаемо христианских миссионеров и создания ими плеяды армянской интеллигенции, ну уж слишком завернула Мамедова без прозрения совести. Впрочем, откуда взяться ей совести, если в азербайджанском языке нет такого термина и родному языку Фариды Мамедовой приходится заимствовать это слово у соседей персов, применяя совесть по-персидски, вичдан. Что касается интеллигенции армянской, которая оказалась за пределами исторической родины, то это не заслуга мифических миссионеров, а результат раздела исторической Армении на Османскую и Персидскую. Причем, если в Османской империи армяне еще продолжали жить на землях своих предков какое-то время, какой-то период, то в восточной части Армении, которая стала вассалом Шаха Аббаса, армяне насильно были переселены вглубь империи, в Тегеран, Исфахан, Ерест, Керманшах. Будучи жителями империи, армяне и здесь не останавливались перед образованием. Именно из среды армян Персидской империи прославились такие личности, как семья Лазаревых, основавших в Москве первый институт восточных языков, позже ставший Московским институтом востоковедения. Потомком армян, выдворенных из родных очагов, шахом, был и министр народного просвещения Российской империи граф Иван Давыдович Делянов. Также потомком армян Персидской империи был знаменитый русский иконописец Богдан Салтанов, большая часть работы которого находится в вооруженной палате Московского Кремля. Можно назвать также десятки имен из числа армян Персидской империи, которые внесли свой неоценимый вклад в образование, науку, предпринимательство в Индии, Бирме, нынче Мьянма, Гонконге, Сингапуре и других странах Азии. Так как если большая часть армян Переселенцев из Османской империи мигрировали в Европу, то из Персидской империи в Азию. И не только стали созидать в других странах, но и оставались верными по большей части армянской апостольской древнихалкидонской православной церкви. Более того, куда бы они ни поселились, везде строили свои храмы. Именно поэтому в Индии, Бангладеш, Бирме, Польше, Украине, Сербии, Израиле и многих других странах можно и сейчас увидеть армянские храмы, построенные 200-300, а то и 400 лет назад. Так что азероакадемик лжет, когда говорит о мифических миссионерах. Но совесть таки иранская. Простительно? Да, но не для ученого. Далее по тексту. С возникновением Османской империи армяне теряют надежду на создание своего государства на исторической родине в Малой Азии. Поэтому они устремили свои взоры на исторический Азербайджан, вынашивая идею очищения Кавказа от азербайджанских кюрок. Снова цитату на саму себя. Ф. Мамедова, Кавказская Албания и Албанцы, страница 357-376. Очень хорошо, что Фарида Ханум применила термин «исторический Азербайджан». Это многое объясняет. Только говорить об историческом Азербайджане нужно не с Арменией, а с Ираном. Именно в Иране находится исторический Азербайджан. Находился и находится. К югу от Аракса. Так было и так есть по сей день. Но что такое исторический Азербайджан к северу от Аракса? Ответ прост, как дважды два. Армения, Арцах, равнины и горный Карабах. Албания, Кавказская. Территория кавказоязычных народов. И Талышские горы, земли одноименного ираноязычного народа. Все это находится к северу от Аракса. И находилось всегда. Так что за историческим Азербайджаном следует обратиться к иранским Айатолам или Рухани. Правда, есть небольшая опасность. Персы в последнее время не перестают обогащать Уран. Могут не понять и шандарахнуть. Даже Соединенные Штаты ничего кроме экономических санкций не могут применить против Ирана. А Израилю остается лишь скрипеть зубами. Баку нужно довольствоваться тем, что есть на сегодняшний день. И не лезть со своим уставом ни к соседям на западе, ни к соседям на севере, ни к соседям на юге. Следующая цитата. Что же касается тюркоязычных племен, то они с шестого-седьмого веков составляют здесь этническую доминанту. Мило, что Фрида Аханум знает, что такое доминанта. Похвально. Все ж месяцы написания научной диссертации в Санкт-Петербурге даром не прошли. Какой-никакой части терминологии овладела Аханум? Вопрос в другом. На какие источники ссылается Мамедова, когда говорит о тюркоязычных племенах Закавказья в шестом-седьмом веках? Почему, будучи столь крупным ученым Азербайджана, Фрида Мамедова так и не научилась прилагать к сказанному источнике, кроме своих книг? Между тем, хотелось бы напомнить, что в Закавказье только в XI-XIV веках подверглась тюркизации в связи с нашествием тюрокогузов, предков современных азербайджанцев Республики Азербайджан. В регионе действительно и раньше бывали тюрки копчакских племен, но большая их часть была сконцентрирована на территории современного Дагестана и никакого особого влияния на современных азербайджанцев они не оказали. Это были предки современных нагайцев, кумыков, балкар. О каких таких тюркских племенах VI-VII веков в Закавказье упоминает Мамедова? И как эти тюрки, связанные с азербайджанцами, автор не упомянул. Между тем, карты упомянутых веков говорят об обратном. В VI-VII веках на картах европейских и арабских картографов изображена Армения, но нет рядом с ней или подаль от нее ни одной территориальной тюркской единицы. Если таковые были, а они не могли не быть, учитывая, что, по словам Мамедовой, тюрки в регионе составляли доминанту, то почему их не заметили ни европейцы, ни арабы? Неужели снова вездесущие армяне постарались и нашептали средневековым картографам не указывать азербайджанцев? Если так, то надо понимать, что мировой сионизм пришел на смену мирового араратизма или мирового армянского заговора, длящегося с античности до наших дней. Шутки с шутками, но псаку надо лечить. Ничего хорошего она не сулит азербайджанской науке. Кто-то может сказать, мол, надо бы махнуть рукой и не обращать внимания. В конце концов, соседняя молодежь страдает научно-гуманитарным голодом. Нам-то что с этого? Может и так, но не следует забывать, что эта самая сегодняшняя молодежь Азербайджана, постоянно кормящаяся псакой, живет рядом с нами, является нашими соседями. А зомбированный сосед, годами вскормленный азербайджанской псакой в школах и вузах, может здорово сказаться на здоровье здорового соседа. Ведь клетка человеческой глупости до сих пор не найдена. Соответственно, нет и специальной прививки от нее. Но то, что глупость передается воздушно-капельным путем, это очевидно. Напоминаем, мы находимся на новом адресе канала YouTube. Не забудьте подписаться, нажав левой кнопочкой мышки на ссылку, находящуюся сейчас у вас на экране. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok